В Национальном музее сегодня можно посмотреть не только экспозиции. Обычную экскурсионную программу разбавили ярмаркой умельцев. Таким вот образом в музее решили отметить День Благодарности. В числе тех, кто уже успел оценить работы, моя коллега Марина Шиповалова. Она сейчас с нами на прямой связи. Марина, что-то уже приобрели из товаров хендмейт? Вы знаете, от разнообразия разбегаются глаза. Даже самый взыскательный покупатель обязательно что-нибудь найдет для себя. Я вот, например, не смогла устоять перед этим украшением, которое сейчас вы видите на мне, выполненное в национальном стиле. Специально ко Дню Благодарности сегодня здесь организовали ярмарку ручных работ. Помимо этого подготовили концертную программу, в которой принимают участие детские и молодежные коллективы. Ну и подробнее о том, как сегодня будут отмечать этот праздник здесь, предлагаю узнать у заместителя директора Национального музея Жакена Таймагомбетова. Жакенко Жакмедович, ну в первую очередь хочу поздравить вас с праздником. И расскажите, как сегодня, какую программу подготовили для посетителей. Итак, сегодня 1 марта. В Национальном музее Республики Казахстан проходят торжества. У всех праздничные настроения. Это 1 марта, объявленный президентом Днем Благодарности. 1 марта – это день весны. И поэтому у всех такое радужное настроение. И сегодня в Национальном музее проходят торжества. Здесь выступает коллектив школьников города Астаны. Выступает молодежный ансамбль. Вы можете послушать, вот сейчас в Большом зале проходят детские коллективы. И очень много посетителей. Я думаю, что 1 марта, который только сегодня, вот он впервые в Казахстане отмечается. В Казахстане в последующие годы он будет таким всенародным праздником. Я знаю, что с особым трепетом вы отмечаете этот день. Естественно, я вырос в украинской среде и хорошо знаю менталитеты украинского народа. Поэтому я полюбил этот народ. И я благодарен за то, что имел возможность приобщиться к культуре не только украинского, русского народа, но и всех народностей, которые проживают на территории Казахстана. И я думаю, что сегодня, 1 марта, это праздник всего всех народов, проживающих на территории Казахстана. Ну, поздравляю вас еще раз с этим. Спасибо вам большое. Ну, не только искусство сегодня воспевает здесь, но и литературу. В музее проходит акция книжной дары музейной библиотеки. Прямо сейчас и здесь все желающие могут пополнить фонд изданиями по археологии, истории, культурологии, музееведению и другим направлениям. И как мне уже сообщили, что музейную библиотеку решили пополнить не только известные общественные деятели, но и свой вклад внесли, например, Министерство сельского хозяйства, юстиции, иностранных дел, а также Тюркская академия. Кстати, сотрудники музея говорят, что подобные акции дары музея здесь проводят довольно-таки часто, чтобы сохранить ценные экспонаты, которые находятся у людей. Ну, еще раз хочу напомнить, что сегодня для посетителей подготовили обширную концертную программу, так что день будет насыщенным. Пожалуй, это все, что я хотела вам сказать. Эльвира, вам слово. Спасибо, Марина, за красочный рассказ.